МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новости. Информационную картину дня вам представят корреспонденты телеканала 1-й Карагандинский и Ягуль Нуржакин. В начале выпуска коротко о главных событиях дня. Змею в своей квартире обнаружила карагандинская семья. С помощью спасателей животное удалось изловить. Сегодня непрошенная гостья обрела временно жилье в зоомагазине. Ирлан Кушанов призвал руководство Караганды-Жарык разобраться с частыми перебоями в подаче электроэнергии. На предприятии глава региона провел выездное совещание. Болезнью грязных рук называют вирусный гепатит А. А с 23 июля в Казахстане стартовал месячник по профилактике этого заболевания. Медики призывают граждан соблюдать правила личной гигиены. Обо всем более подробно. Змею в своей квартире обнаружила карагандинская семья. С помощью спасателей животное удалось изловить. Сегодня непрошенная гостья обрела временно жилье в зоомагазине. Все подробности этой истории в репортаже наших корреспондентов. Потрясенная, жуткой находкой жители немедленно вызвали спасателей. Они приехали довольно быстро. Но к этому времени змея успела скрыться за печь. Немного поискав, служба таки не дождавшись змею уехала. После этого непрошенная гостья снова дала себе знать уже под кухонным гарнитуром. Затем хозяева квартиры вызвали экстренную службу. Но и тут безрезультатно. И тогда хозяин квартиры Андрей Воронцов взял всю инициативу в свои руки. Вместе с другом они начали двигать шкафы и, наконец, обнаружили змею. С фонариком подошел, уже посмотрел, там посветил. Смотрю, клубок лежит. Ну, это однозначно она темная такая. Непонятно было, что за змея, какого цвета там, какие пятна. Потому что у меня тоже честник расспрашивал по телефону, какие пятна там у нее на голове, как она выглядит. Ну, не видно. Хозяева до сих пор недоумевают, как змея попала к ним на шестой этаж. К тому же не где-то на окраине, а в центре города. Больше всего они волнуются за годовалого ребенка. Присмыкающийся Андрей Воронцов отвез в зоомагазин. Мы ее посадили в трехлитровую банку и решили узнать, что за эта змея, откуда она взялась. Может, это какая-то, как сказать, породистая змея, может, она у кого-то здесь в террариуме жила и к нам уползла. Возможно, это какая-то степная гадюка. Вот мы решили заняться этим вопросом, потому что это не шутки, это опасно. У нас маленький годовалый ребенок, пожилой человек дома. Не дай бог, что могло случиться. Может, это не ядовитая, конечно, змея, но она могла укусить ребенка, удушить, потому что он маленький, слабенький. В свою очередь сотрудники зоомагазина уверяют, что это безобидный полос. Как говорят зоологи, змея не поднимается наверх, а не только спускается сверху. Возможно, она заползла от соседей. К слову, в Караганде это явление нередкое. Я думаю, что просто где-то есть возможность между плитами канализационные отверстия, может быть, где-то вентиляционные отверстия, потому что, я так поняла, они ее на кухне нашли. Поэтому это может быть и вентиляция, которая имеет, с меня может проползти в очень маленькое отверстие. Теперь это создание живет в зоомагазине. За ней будут заботливо ухаживать сотрудники в надежде, что настоящие хозяева безобидного полоса отыщутся и заберут своего питомца. Мульдир Жакан, Шалкар Алтымбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Аким Карагандинской области Ерлан Кушанов призвал руководство компании Караганды Жарык решить проблему частых перебоев в подаче электроэнергии. Он провел совещание с администрацией предприятия и посетил подстанцию Жан-Ажарк. 23 июля центр Караганды и район Михайловка на несколько часов остались без электричества. И это далеко не первый случай. На перебой с поставками электроэнергии обратил внимание и Аким Карагандинской области Ерлан Кушанов. Генератор дополнительный. Большинство отключений монополист связывает с погодными условиями, наличием бесхозных электросетей и действиями. К примеру, не так давно строители объездной дороги повредили высоковольтные линии. При выполнении согласованных работ по строительству объездной автодороги вокруг города Караганда фирмами-подрядчиками были повреждены провода нижней фазы на линии ТЭЦ-3 Жан-Ажарык, линия 110 кВт, что привело к обесточению подстанции «Восток». На длительный срок, ну не длительный, 10 часов, порядка 10 часов, от 6 до 11 аварии мы 8 часов устраняли, вторую 10 часов устраняли. Обесточение этой подстанции привело к тому, что погасились насосные, 8-й насосные, которые обеспечивают водой часть города Караганда. Ерлан Кошанов поручил Акиму города и руководству компании держать данный вопрос с отключением электричества на особом контроле. На выездном совещании Акима области также показали схему роста тарифов на подачу электроэнергии. На плакате, представленном руководством компании, было показано, что в 2011 году тариф составлял 4 тенге 51 тыин за киловатт-час, а сегодня равен 5 тенге 35 тыин. Позже на совещании выяснилось, что тарифы в 2011 году действительно были ниже, а рост цен за электроэнергию оказался более высоким. Вот за 8 лет вы 2 раза повысили тариф. Объяснять не нужно, я просто давайте точку поставим, чтобы вот дарим, где? Сейчас дают заявку на повышение? Есть 5-летний тариф. Вот, 5-летний. Вот что, после этого пока не ходите? Нет, нет. Договорились? Два же не надо мне объяснять. Все есть. Только вот цифры, за цифрами смотрите, вы отвечаете. Я могу сейчас под сомнение ставить и все другие ваши цифры. Здесь я вас поймал, а другие по инвестициям, по другим. В завершении встреч руководство компании представило отчет о подготовке сетей к зимнему периоду. В целом отставаний от графика работ на ТЭЦ-1 и ТЭЦ-3 нет. Все работы планируют завершить в срок. Есть вопросы Нур-Лужоу, которым мы в этом году сколько? Четыре больших проекта, да? Четыре больших проекта по городу. Это вот проспект Республики, затем это Гоголя, потом два Чапаева и два Майкудухи у нас. Если мы эти вопросы решим, я думаю, эффект мы сразу почувствуем. Так, Танур-Лужоу. И будем работать по тем другим вопросам. Все эти вопросы у меня будут на личном контроле. В ближайшее время глава области намерен провести подобные совещания со всеми коммунальными услугодателями. Андрей Тенжа, Сулан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. В некотором царстве жили король и королева. Росли у них три дочери-принцессы. И вот однажды злая колдунья предвещала, что принцессы заболеют инфекцией. Но король с королевой узнали, что волшебная вакцина спасет их детей. И они никогда больше не заболеют. Завтра я поведу вас на прививку. А теперь пора спать. Подготовлено Национальным центром проблем формирования здорового образа жизни Министерство здравоохранения Республики Казахстан. Программой благоустройства дворов в текущем году было охвачено 100 дворов Октябрьского района и района имени Казбекби. Аким Карагандинская область и Ерлан Кушанов совершил объезд некоторых из них, где ознакомился с ходом ремонтных работ. Первым делом глава региона Ерлан Кушанов ознакомился с ходом работ по среднему ремонту автомобильной дороги 16 маршрута в микрорайоне Кунгей. Подрядной организацией является компания «Армстрой». Стоимость проекта – 143 миллиона тенге. Общая протяженность дороги – 3,8 километра. Работы планируется завершить до сентября текущего года. Работа окончания должна быть в сентябре месяц, но мы ранее закончим. Положили 31 200 квадратных метров оснований крупнозернистых поселающих и 5000 квадратных метров положили мелкозернистых верхнего слоя. В связи с погодой немножко задержка получилась. Только дождемся благоприятной погоды, заканчивать будем работу ранней срока, показанного в договоре и график производственных работ. Ремонту данной дороги уделяется особое внимание, так как жители многострадального микрорайона Кунгей не раз жаловались на отсутствие дорог, света, канализации и воды. Выслушав очередную жалобу на личном приеме граждан, Акимобласти Ерлан Кушанов обещал проконтролировать ход работ. Далее Ерлан Кушанов направился в микрорайон Голубые пруды, где произвели ремонт двух дорог близ поликлиники номер 4. Объездной и внутриквартальный. В том же районе построили и мини-сквер. Глава региона, работой по благоустройству территории, остался недоволен. Он отметил, что скверу не хватает зеленых насаждений. На данный момент сквер закончен на 90%. Я спрашиваю, почему так спроектировали? Почему побольше зелени нет? Высадим. Что вы высадите? Вы везде, вот от брусчатка, куда я не еду? На ланере? Ага. Акимобласти посетили дворы в Майкудуке, чтобы узнать, в каком они состоянии. Жильцы домов по улице Карла Маркса, увидев толпу чиновников, поспешили получить ответы на волнующие их вопросы. А почему колодцы у нас завалены? Спросите, почему завалены? Колодцы какие? Вот, вот, вот. Пойдемте открою. Это леневка. Понятно. Все, что делать, они все не дали. Теперь дренажные колодцы, подвалы затоплены. Подвалы затоплены – это чисто КСК вопрос. Акимгорода Нурлана Убакиров поставленный вопрос адресовал представителям КСК. Те, в свою очередь, поспешили обвинить в плачевном состоянии дома самих жителей, отметив, что все это – результат безалаберного отношения. За подобные высказывания и невыполнение своих обязанностей КСК АМТ подверглась критике со стороны Ерлана Кушанова. За счет целевых сносов надо делать. За счет целевых сносов надо делать. Мы же с таким условием, Ерлана Рега, что да, где их движение, действие, где КСК? КСК очень. Вы, если меня во двор пригласили, пригласите КСК. Далее чиновники посетили дворы домов по улицам Кузимбаева и Магнитогорская. Здесь, в отличие от предыдущего дома, жильцы о работах по благоустройству высказывались благосклонно. Видите, как хорошо нам все сделали. И скамеречки все благоустроили, нам все засыпали земелькой. Спасибо большое вам за все. Жители 16-го микрорайона также поблагодарили Акима за внимание. Они отметили, что двор стал преображаться на глазах. Жильцы дома уверены, что в этом заслуга КСК «Жилсоцсервис». Мы уже довольны. Заявки принимают. Спасибо еще раз за внимание. Да, двор действительно прям преображается на глазах. Очень много лет. Асфальта не было? Много лет не было асфальта. Много лет. Я вот живу 30 лет, как вот сюда вышло. 30 лет нам никто ничего не делал. Помимо дворов, чиновники объездили и некоторые школы города. По поручению Акима области Ерлана Кушанова в среднеобщеобразовательной школе номер 76 проводился капитальный ремонт. Глава региона встретился с администрацией школы, подрядной организации и ознакомился с ходом ремонтных работ. Сегодня, значит, мы выполняем ремонт фасада. Вот школы у нас указаны замену ограждения, ремонт отопительной системы, водопровод, санузлы и общестроительные работы. После объезда дворов и школы в Майкудуке чиновники направились в Пришахтинск осмотреть дворы жилых домов по улицам Методическая и Зелинского. Жильцы не могли не воспользоваться возможностью задать Акима области свои вопросы. Ярлан Кушанов пообещал жителям, что в течение двух лет практически все дворы в Караганде будут благоустроены. По некоторым данным, всего в городе имеется более 300 неблагоустроенных дворов. В текущем году планируется закончить работы в 100 дворах. В следующие два года чиновники намерены навести порядок еще в 200 дворовых территориях. Глава региона отметил, что несмотря на выделяемые из бюджета деньги, карагандинцы должны и сами отнестись к вопросу благоустройства с должным вниманием. Ведь за порядок вокруг должны отвечать не только чиновники, но и горожане. Тухжи Анлянова, Жаслан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. К другим новостям. С 23 июля в Казахстане проходит месячник по профилактике вирусного гепатита. В эти дни в лечебных учреждениях области проводятся дни открытых дверей, проводится прием профильных специалистов. Болезнь грязных рук. Именно так медики называют вирусный гепатит А. И действительно этой болезнью можно заразиться, если не соблюдать правила личной и общественной гигиены. Достаточно вспомнить вспышку гепатита А, которая отмечалась в Караганде в январе нынешнего года. Одной из причин заражения стал домашний компот. Как правило, чаще всего ранние симптомы гепатита протекают, как у всех инфекционных заболеваний, то есть ледомогание, тошнота, рвота, повышение температуры, боли в желудке. И лишь когда нарастает желтушность кожи, потемнение мочи, обесвечивание кала, тогда уже дается предположительный случай, что это именно гепатит. Вирусологически этот гепатит мы и диагностируем. Наличие, значит, и фай-диагностики, наличие именно маркера гепатита позволяет нам поставить, уже подтвердить этот диагноз. На протяжении месяца медики намерены проводить мероприятия, направленные на повышение информированности взрослого и детского населения о мерах по предупреждению заражения вирусными гепатитами. Одна из главных мер – соблюдение правил гигиены. Ну, профилактика – одна из основных правил, это соблюдение, еще раз говорю, правил личной гигиены, употребление в пищу, употребление в пищу продуктов, проверенных продуктов, воды, кипяченой воды, бутылированной воды. Антисанитария, конечно, является одним из главных факторов, причины всех наших инфекционных гепатитов, и зачастую тоже гепатита А. В период месячника особое внимание уделяется и профилактическим осмотрам на рабочих местах, а также прохождению скрининговых обследований целевых групп взрослого населения. Андрей Теншел, Карл Тенбеков, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. Деятельность музеев органов внутренних дел обсудили на специальном совещании музейных работников. В Тимиртаусском историко-культурном центре первого президента говорили о роли музеев в реализации программы Туанжер и формированию патриотизма сотрудников полиции. Музейная работа в полиции является важнейшим звеном в патриотическом воспитании сотрудников органов внутренних дел и военнослужащих национальной гвардии. Об этом в своем приветственном слове говорил заместитель начальника департамента внутренних дел Карагандинской области Ардах Антекпаев. Республиканский семинар работников музеев ОВД провели в Тимиртау в историко-культурном центре первого президента. Патриотизм с гордостью отмечу, что в этом году, в этом городе в 1996 году начинал свой трудовой деятельность путь первый президент нашего государства, лидер нации, восстанавливающий Назарбаев. Наши сегодняшние мероприятия мы не случайно проводим в центре права первого президента, так как оно связано с деятельностью музеев. Возможно, кто-то из вас разрешает его впервые, а кто-то, возможно, принял участие во втором республиканном счете малосотрудников и его наставников, которые были организованы в 2016 году. Вот у Мурзаку спальчика его собрать, вот здесь он присылся в президенте. Именно героические поступки старших товарищей вдохновляют сотрудников полиции на добросовестные отношения к исполнению служебного долга, поддерживают их в стремлении брать пример. Такое мнение высказал председатель Казахстанского совета ветеранов, органов внутренних дел и национальной гвардии генерал-майором милиции у Мурзак Булсамбеков. Музеи Мурожайдар в Жденгельмезде, тем более в наших подразделениях повсеместно есть, везде. Но разного уровня, будем говорить, разное количество экспонатов и так далее. А самая главная задача, значит, в народе говорят, без прошлого нет будущего, чтобы наши молодые сотрудники, наши молодые военнослужащие знали, значит, наших, будем говорить, ветеранов, наших отцов, дедов, участников Великой Отечественной войны. В рамках программы были проведены лекционные и практические занятия, направленные на организацию и проведение музейной работы в подразделениях полиции. Состоялся обмен опытом, обсуждение проблемных вопросов. Ну и интересно сейчас в музеях, вообще во всех музеях происходят интересные вещи. Это не только собрать, но и показать, создавать какие-то сюжетные линии, чтобы люди, пришедшие в их сознание, внедрить в чувство патриотизма и на примере товарищей старшего поколения, чтобы они могли перенять этот опыт и по долгу службы честно, добросовестно исполнять свои служебные обязанности. В работе семинара приняли участие руководители всех областных музеев страны. В течение двух дней участники обсудили вопросы пополнения фондов, обновления экспозиции, совершенствования культурно-образовательной работы. Конечно, по результатам семинара мы постараемся вывести резолюцию рекомендательного характера, которая завтра будет притворяться в жизни, активизирует работу наших музеев. По завершению семинара каждый участник стал обладателем сертификата. Андрей Тенгуль, Нуржакен, Аман Кожанов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. О новостях на сегодня все. Спасибо за внимание. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 420649. Смотрите наши новости на сайте канала. Всего доброго. Аман Сау Волгстар. Редактор субтитров А.Семкин